МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. В ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Готовы на все ради наживы. В редакцию восьмого канала обратились жители дома, рядом с которым возникла нелегальная автостоянка. Он поставит столбики и цепь и будет парковать 2-3 машины. Для себя делают парковку. Борьба за остроту зрения. На днях во Владивостоке пройдет большой научный форум, посвященный офтальмологии. Эта конференция интересна тем, что встретятся на одной площадке представители различных, будем говорить, географических субъектов. Попади на ТНТ. Конкурс с многообещающим названием прошел в столице Приморья. «ТНТ здесь!» «Владивосток!» «Руна!» Также в выпуске крупную сумму незадекларированных долларов США выявили владивостокские таможенники у иностранного гражданина. И еще расскажем. Филиппинский корабль впервые посетил базу ТОВ во Владивостоке. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Три вице-губернатора покинули администрацию Приморского края. Вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко освобождены от занимаемых должностей в связи с отставкой в Рио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Все они были назначены во время работы Тарасенко на посту главы региона. Ирина Мануйлова была назначена на пост вице-губернатора по вопросам развития образования и науки. Станислав Ершов занимал должность вице-губернатора, отвечающего за взаимодействие с федеральными органами власти. Дмитрий Братыненко отвечал за взаимодействие с Законодательным собранием, Краевой избирательной комиссией, органами местного самоуправления муниципалитетов, а также курировал департаменты внутренней информационной и молодежной политики. Фактически он отвечал за выборный процесс в регионе. Отметим, пока на своих местах остаются первый вице-губернатор Александр Костенко, вице-губернаторы Андрей Ларин, Татьяна Казанцева, Алексей Немков, Валентин Дубинин, Константин Межонов, Дмитрий Мориза, Павел Серебряков, Константин Богданенко и Гагик Захарян. 180 тысяч незадекларированных долларов США выявили владивостокские таможенники у иностранного гражданина, прибывшего на судне под флагом Северной Кореи из порта Джон Джин. Незаконно вывезенные деньги были задержаны. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере». За это гражданину грозит штраф до 15-кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств. Возможно ограничение свободы сроком до 4 лет. Владивостокская таможня напоминает, что при единовременном вывозе или ввозе наличных денежных средств в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, они подлежат таможенному декларированию. Иммиграцию и преступность, мотивацию преступников, работу третейских судов и многое другое обсуждает сегодня Международное юридическое сообщество на острове Русские. В кампусе ДВФУ проходит 4-й Тихоокеанский юридический форум «Перспективы развития юридической науки, практики и образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Форум посвящен празднованию 60-летия непрерывного юридического образования в Дальневосточном федеральном университете и 99-летию юридического образования на Дальнем Востоке. В пленарном заседании принял участие глава Владивостока Виталий Веркиенко. Мне действительно приятно принимать участие в работе форума и видеть здесь в том числе своих учителей. Владимир Иванович, большое спасибо за то, что вы вкладывали в нас долгие годы. Куликов Геннадий Петрович и другие уважаемые преподаватели, уважаемые люди, работающие в сфере юридической. Сегодня здесь собрались со всей страны, в том числе международные участники встречи. Я очень надеюсь, что форум будет продуктивным и результативным, а его результаты будут положены в основу развития взаимоотношений между Дальним Востоком и городом Владивостоком, в частности, и странами АТР. Благодарственными письмами и памятными подарками от администрации города были награждены преподаватели университета. Виталий Веркиенко также добавил, что юридическое образование – это ум, логика, целеустремленность и знание законов. Все это внушает огромное уважение к специалистам с юридическим дипломом. Участниками стали признанные исследователи ведущих российских и иностранных вузов, представители международных организаций. В рамках конференции обсуждаются развитие юридической науки и практики в АТР, правовой охраны окружающей среды и объектов животного мира, противодействия терроризму и экстремизму в России и странах АТР. Отдельное внимание будет уделено вопросам морского и арктического права. А тем временем в редакцию 8 канала продолжают поступать обращения жителей Владивостока, которые оказались в непростой ситуации. В этот раз наша съемочная группа выехала по просьбе жителей дома номер 32А по улице Хабаровская. Под окнами их дома возникла парковка, которая мало того, что является нелегальной, но и лишила жителей зеленых насаждений рядом с домом. Все подробности выяснял Дмитрий Беломеснов. Жители дома номер 32А по улице Хабаровская в негодовании от поведения соседа. Прямо под окнами дома была организована парковка. Вот правда, по всем правилам она незаконна. Мне был такой получен ответ, что скоро здесь деревья будут спилены, парковка будет заасфальтирована, он поставит столбики и цепь и будет парковать 2-3 машины. Для себя делают парковку. На вопрос, кто дал разрешение соседу организовать стоянку под окнами, жильцы ответили, что он сам, так как является супругом или гражданским мужем председателя ТСЖ этого дома. Эти фото и видеоматериалы предоставила Ирина. На кадрах – процесс создания парковки. Жители дома лишились двух деревьев. Когда они достали бензопилу «Дружба» и пытались спилить свои деревья, то уже был конец апреля месяца, я лично препятствовала. Я просила предоставить документы, на что мне сказали, что неприятности у меня будут с машиной, и вообще это не мое дело. Жильцы решили не оставлять это дело без внимания. Они обращались во все инстанции. Правда, все это пока не принесло каких-то результатов. На данный момент мы вызывали, конечно, участкового, который занимается этим вопросом. И единственные люди, которые нам ответили, это были с администрации города, из департамента лесного хозяйства. Что они вам сказали? Они сказали, что, да, на самом деле порубочного билета не было выписано на эти два дерева, которые он спилил самостоятельно. И, по-моему, ему выписали штраф на сумму около 82 тысяч рублей. Теперь жильцы надеются, что ситуация в скором времени разрешится, и нелегальная парковка исчезнет. А мы напомним, что если автовладелец огородил себе участок земли возле дома, не согласовав свои действия с другими собственниками жилых помещений и тем самым ограничив их доступ к общей собственности, то речь идет о незаконном захвате территории. Недопустимо устанавливать любые виды ограждений, а также шлагбаумы и полусферы, без согласования со всеми жильцами дома и администрацией. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Между тем, специалисты администрации Владивостока еженедельно выезжают с проверками на предмет незаконной вырубки деревьев или кустарников в городе. С начала года зафиксировано свыше тысячи незаконно уничтоженных зеленых насаждений. Материалы проверок направлены в правоохранительные и надзорные органы. К слову, специалисты мэрии дали инструкции, что делать, если вы стали свидетелем незаконной вырубки зеленых насаждений. Желательно для начала выяснить, действительно ли вырубка является незаконной. Для этого необходимо обратиться непосредственно к тем, кто проводит работы, и попросить документы, на основании которых осуществляется вырубка. Если вам не предоставят четкий ответ, вполне возможно, что деятельность нелегальна. И об этом необходимо сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Владивостоку, поскольку сотрудники правоохранительных органов имеют право задержать и установить личность человека. Номер телефона 02, если набирать со стационарного телефона, и 002 с мобильного. Также стоит сообщить в Управлении охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока по телефонам, которые вы видите на экране. Желательно оставить письменное обращение через интернет-приемную на сайте www.3wvlc.ru или в Управлении по работе с обращениями граждан администрации города. Жители Приморья используют для связи с журналистами 8-го канала мессенджер WhatsApp. Так, накануне на редакционный телефон поступило сообщение от рыбаков Приморского края с просьбой призвать к ответственности лиц, которые в акватории залива Петра Великого ведут промысел и вылов рыбы тралами, которые в этих водах запрещены. Рыбаки возмущены безобразным поведением рыбодобытчиков. Капитан, ты нормальный, нет? Зачем так близко? На полуке! Что? Море мало, не хватает? Также, по словам рыбаков, такие суда создают для них угрозу. Эти малые рыболовные сейнеры неоднократно замечены рыбаками в неположенных местах для уловов путем трала. К слову, рыболовы-любители Приморья готовы написать жалобу с подписями и отправить в нужные органы для проверки на предмет документов и способов вылова. А мы еще раз напоминаем, если вы располагаете видео или фотоматериалами, которыми хотите поделиться с телезрителями и интернет-пользователями, и хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их к нам на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Жители Приморского края, имеющие личные кабинеты на едином портале госуслуг, могут принять участие в пробной переписи населения, которая впервые в этом году проходит с применением инновации. Отметим, всероссийская перепись населения пройдет в России в 2020 году. А предварительная перепись населения нужна для того, чтобы оценить готовность жителей страны участвовать в онлайн-опросе, а также отработать механизмы крупнейшей переписи десятилетия. Также впервые используются информационные технологии. Единый портал госуслуг, которым сейчас, к слову, пользуются более 70% жителей края. Механизм сервиса прост. Достаточно зайти в свой личный кабинет на портале и выбрать услугу «Пробная перепись». Затем нужно ответить на все предложенные вопросы и заполнить все графы. Услуга доступна для всех желающих до 10 октября. Помимо этого, с 16 по 31 октября на территории 9 регионов России переписчики проведут предварительную перепись населения с помощью поквартирного обхода. Тем, кто уже переписался на портале госуслуг и получил код подтверждения, достаточно будет показать этот код переписчику. Владивосток на этой неделе станет местом проведения крупного форума офтальмологов. Практически каждый человек, достигший почтенного возраста, сталкивается с теми или иными офтальмологическими проблемами. В 70% случаев к слепоте приводят три заболевания – катаракта, глаукома и патология глазного дна, которые развиваются при сахарном диабете. Лечить эти заболевания можно и нужно. А как решают врачи-офтальмологи? 5-6 октября во Владивосток съедутся лучшие в своем деле специалисты. Все подробности у Катерины Матвеевой. Тихоокеанский государственный медицинский университет готовится к крупному событию в офтальмологическом обществе Дальнего Востока. Около 300 врачей из разных регионов России будут обсуждать новейшие способы диагностики, лечения и реабилитации патологий глаза. Ожидаются и зарубежные гости. Эта конференция интересна тем, что встретятся на одной площадке представители различных, будем говорить, географических субъектов. Это значит, что будет возможность поделиться опытом, мнениями, той информацией, которая накоплена за месяцы работы. В этом году ТГМО празднует юбилей – 60-летие со дня основания. ВУЗ решил отметить столь значимую дату рядом научных мероприятий, в том числе и конференции офтальмологов. Интересно, что врачи будут не только обсуждать методы лечения в теории, но и смогут попрактиковаться. Такую возможность предоставляет Приморский центр микрохирургии глаза. В данной конкретной конференции будет использоваться опыт онлайн-трансляции операций. Прямо из операционной будут передаваться данные сюда, в наш корпус. И у специалистов будет возможность смотреть это, участвовать в этом дистанционно, комментировать и пытаться понять, как сделать лучше, чтобы это шло на благо наших пациентов. Наши врачи с нетерпением ожидают выступлений московских коллег. Им также интересен опыт Китая. Есть чем поделиться и специалистам из Владивостока. Приморские офтальмологи выступают на различных международных конгрессах со своими наработками и встречают одобрения коллег. Сегодня технические возможности нашей клиники позволяют проводить диагностические обследования любой сложности экспертного уровня, проводить операции на глазах любой сложности у пациентов с различной патологией любого возраста от нуля лет и до бесконечности. Соответственно, молодые будущие специалисты могут в полной мере оценить возможности современной офтальмологии, чтобы сделать правильный выбор в своей будущей профессии. Приморский центр микрохирургии глаза является клинической базой ТГМУ, где проходят как практические, так и теоретические занятия для студентов 4-5 курса. Здесь же ординаторы проходят постдипломную подготовку. В рамках конференции в режиме онлайн проведут не одну, а сразу несколько операций. В нашей операционной одновременно несколько хирургов будут проводить различные операции по удалению катаракты с имплантацией премиальных, мультифокальных и торических линз. Будут проводиться операции на сетчатке при диабетической ретинопатии. Будут проводиться операции, связанные со слойкой сетчатки. Такие конференции, где обсуждаются и демонстрируются последние достижения медицины, необходимые для любого врача. Интересно, что еще 6 лет назад самыми высококлассными офтальмологами на Дальнем Востоке считали специалисты из Хабаровска. С открытием Приморского центра микрохирургии «Глаза» вектор смещается во Владивосток. Сегодня уровень специалистов, технологии и оборудования, а также номенклатура проводимых в столице края операций и обследований ничем не уступает известным мировым клиникам. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Филиппинский корабль впервые посетил базу ТОВ во Владивостоке. Японцы сделали подарок всем любителям астрономии. Резидент Камеди Клаб Павел Воля нашел немного свободного времени, чтобы познакомиться с Владивостоком. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников. И мы продолжаем. Филиппинский корабль впервые посетил базу ТОВ во Владивостоке. Японцы сделали подарок всем любителям астрономии. Резидент Камеди Клаб Павел Воля нашел немного свободного времени, чтобы познакомиться с Владивостоком. Десантный корабль «Док Тарлак» военно-морских сил Филиппин прибыл во Владивосток с первым в истории деловым заходом. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Швартовку корабля у основного причала ТОВ в бухте «Золотой Рок» обеспечили буксиры отряда судов обеспечения главной базы флота. Гостям предоставили самое почетное место у пирса главной базы. Обычно здесь стоит флаг Монтов гвардейский крейсер «Варяг». Но буквально накануне он отправился в дальний поход. Кораблем-хозяином стал эскадренный миноносец «Быстрый». Филиппины направили в Россию самый большой свой корабль. Его длина 123 метра. Филиппинский корабль настолько высокий, что вместо трапа на пирс опустили аппарель твиндека. В целом корабль способен перевозить до батальона морской пехоты. В ангаре стоит легкий вертолет. Еще два можно разместить на палубе. Визит дружеский, поэтому военной техники на борту нет. На официальной церемонии встречи корабля во Владивостоке присутствовал посол Филиппин в Российской Федерации Карлос Сарета. Старший на борту Тарлака, командир оперативного соединения ВМС «Филиппин», отметил, что этот исторический визит очень важен для моряков двух стран. И он, несомненно, послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между флотами России и Филиппин. Планируется, что в период стоянки во Владивостоке филиппинские моряки проведут протокольные встречи с командованием Тихоокеанского флота и главой администрации столицы Приморья. Гости побывают на объектах ТОВ, посетят памятные места Владивостока, а также примут участие в товарищеских турнирах по волейболу и мини-футболу. Визит филиппинского боевого корабля завершится 6 октября. А вот японцы сделали подарок всем любителям астрономии. Два спускаемых аппарата ровера, направленные с японской станции на поверхность астероида Рюгу, отправили на Землю первое видео поверхности космического объекта. К слову, миссия стартовала в 2014 году. Чтобы достичь Рюгу, зон преодолел более 3 миллиардов километров. В объектив камеры попало Солнце, меняющее свое положение над поверхностью астероида. К слову, она оказалась усыпана крупными булыжниками. Главная цель всей миссии – доставить на Землю пробы грунта с небесного тела. Для этого на поверхность будет сброшен тяжелый снаряд, который образует кратер. Несколько дней назад на поверхности астероида был спущен контейнер с двумя роботами, которые будут изучать его самостоятельно. Учеными движут амбициозные планы. Они хотят понять, как образовалась наша Солнечная система, как в ней возникла жизнь. Но найти древнее вещество, которое осталось после формирования планет, очень сложно. Особенно в первозданном виде. А вот на примитивных телах, возникших на окраинах Солнечной системы, следы древности вполне могут остаться. Состав их вещества близок к составу Солнца. А возраст оценивается примерно в 4,5 миллиарда лет. Что почти соответствует возрасту нашей планетной системы. Вот за этими космическими разгадками и отправился в свой Одиссею японский зонд. Возвращение на Землю, взятых на астероиде проб, ожидается к 2021 году. А тем временем сотрудники учреждений УИС, Приморье и члены их семей встретили золотую осень 2018 культурно-спортивным фестивалем. На базе спортивно-оздоровительного лагеря в селе Каймановка под Уссурийском около тысячи сотрудников учреждений и членов их семей могли не только показать свою спортивную подготовку, но и творческие способности в вокале, хореографии, сценических постановках и даже кулинарии. Подробнее о празднике сотрудников УИС расскажет моя коллега Светлана Садовая. Эти веселые ребята в реальной жизни представители серьезных профессий. Все они сотрудники уголовно-исправительной системы Приморского края. Работают в следственных изоляторах и исправительных колониях. То есть напрямую связаны с той частью общества, жизнь которой протекает за решеткой. Но сегодня суровая профессия не помеха общему веселью. Эти мероприятия, они нас сплочают. В первую очередь сплочают наши семьи, нас как сотрудников, потому что нас здесь очень много. Мы тут и общаемся, также встречаемся и делимся своими впечатлениями о работе и в целом по жизни. Инициатором проведения культурно-спортивного праздника «Золотая осень-2018» стал начальник УФСИН Приморского края Вадим Вёрсткин. Он отметил, что проведение фестиваля нацелено в первую очередь на популяризацию здорового образа жизни и раскрытие творческого потенциала сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. Вадим Вёрсткин стал главным судьей всех соревнований. Это мы планируем проводить как «Золотая осень». Посмотрим, если практика покажет положительный результат, значит, мы будем проводить ещё другие мероприятия, кроме данного, более, может, спортивного плана, нормального плана. В праздники приняли участие около тысячи сотрудников учреждений и членов их семей. Они демонстрировали не только хорошую спортивную подготовку, но и творческие способности в вокале, хореографии, сценических постановках и даже кулинарии. Спортивные дисциплины были представлены баскетбольным биатлоном, поднятием гири, прыжками с места и перетягиванием каната. К творческому конкурсу готовились заранее. Придумали визитные карточки с креативным названием «Команды речёвками». В творческих номерах участники обыгрывали свои трудовые будни, театральными сценками, хореографическими постановками, стихами и музыкальными композициями. А из чего ты делала гусеницу? Из ягодок, которые мы в дворе сыграли, из рябинки ожирели, это было красиво, из яблок. Не обошёлся праздник и без вкусной части. На кулинарные конкурсы «Дары осени и мы едем на пикник» сотрудники УИС подготовили целые тематические композиции из овощей, фруктов, грибов и ягод. А настоящий восторг у детей вызвала солдатская каша. Светлана Садовая, новости на восьмом. Жители Владивостока попробовали попасть на ТНТ. Обычно звёзды проводят на съёмочной площадке по 12-16 часов в день. Здесь же понадобилось всего несколько минут. ТНТ предлагает своим зрителям принять участие в эпизоде любимого сериала и развлекательного шоу или присоединиться к звёздам телеканала, снявшись в совместном ролике. О том, как проходил конкурс «Попади на ТНТ» расскажет Дмитрий Беломеснов. Проект «Попади на ТНТ» добрался до финальной точки своего маршрута – Владивостока. Мобильная студия проехала по городам России, чтобы снять новый эксклюзивный контент с участием своих зрителей. Так жители Приморской столицы смогли попробовать свои силы и попасть на экраны федерального канала. Да ещё и в компании звёзд. Специально для этого телеканал организовал готовый съёмочный павильон. Здесь и гримёрка, и студия, и команда профи – от визажиста до режиссёра. Несколько дублей, небольшие поправки от режиссёра, и вы в шаге от цели – попасть в эфир телеканала. Кроме того, организаторы приготовили конкурс с призом 50 тысяч рублей. Для этого нужно записать ролик на нашем мероприятии, выложить её у себя в социальной сети ВКонтакте на своей страничке и поставить хэштег «Стань блогером ТНТ», нижнее подчёркивание «Владивосток» и хэштег «ТНТ здесь». Лучший ролик из города Владивосток заработает 50 тысяч рублей. В ходе проекта была организована имидж-поддержка продуктов телеканала. Так любой желающий мог почувствовать себя героем шоу «Танцы», исполнив движения, название которых генерировал компьютер. Движение – это робот с точками. Всё, друзья, мы аплодируем и поддерживаем Натали! Вот так! «Владивосток аплодирует! Ещё! Ещё! Гой, бой, бой, бой!» Весь отснятый материал выкладывается в официальную группу ТНТ ВКонтакте, чтобы каждый мог поделиться началом своей актёрской карьеры с близкими и друзьями. Отметим, что «Владивосток» стал рекордсменом по количеству роликов, отснятых за один день на протяжении двух туров проекта «Попади на ТНТ». Всего в 26 городах было снято более 6 тысяч роликов. До 1 ноября телеканал определит по 10 счастливчиков из каждого города, которые попадут на экраны ТНТ. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Резидент комеди-клаб Павел Воля крайне эмоционально отреагировал на увиденное во Владивостоке. Артист опубликовал откровенное видео на своей странице в Инстаграм. В столице Приморья перед концертом у него было немного свободного времени, чтобы познакомиться с Владивостоком. Как признался Воля, ему сдали шикарные места краевого центра. Поэтому первым делом артист отправился в бухту Лазурную. «Ребята, всем привет! Вещает бабушка Паша в черном платке и в виниловом пальто. Спасибо, во-первых, всем, кто мне сдает шикарные места на Дальнем Востоке и Сибири. Я в процессе посещения буду как-то делиться с вами. Правда, спасибо. Я уже начал везде путешествовать. А сейчас, ребята, это Шамара. Я забрался специально повыше, чтобы показать вам красотень. Воспетая группой «Мумий, тролль, Шамара». Илюха Логутенко, тебе, кстати, все передают приветы через меня, поэтому передаю тебя прямо сейчас. Привет из Дальнего Востока тебе от родных людей и из родных мест. Слушайте, всем шикарной, хорошей, невероятной рабочей недели. Я отдыхаю тоже последний день, а потом приступаю. Завтра в Владивосток, потом Иркутск, Красноярск, Новосибирск. Увидимся, ребята, с вами на улицах ваших городов и в залах. Все, всем всего хорошего, счастливо. Пока. Я пошел вниз. Купаться! Далее о спорте. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина провела мастер-класс для приморских гимнастов. Заслуженный мастер спорта России во Владивостоке уже не в первый раз. Поход в гости к местной спортивной школе «Гармония» стал доброй традицией, которая позволяет подрастающему поколению равняться на первоклассную гимнастку. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Поделать. У вас же сегодня выходной, да? Да! Ну а что? У меня не было никогда выходной. Великую русскую гимнастку Светлану Хоркину встречают во Владивостоке уже как родную. Местные тренеры смело обращаются к спортсменке просто Света. Все потому, что двукратная олимпийская чемпионка посещает приморскую столицу уже далеко не первый раз. Даже бывая во Владивостоке проездом, Хоркина не забывает зайти в гости к местной спортивной школе «Гармония». В первую очередь я приехала сюда в рамках празднования Дня Тигра, который стал национальной, я бы сказала, визитной карточкой Владивостока. Так и вообще в России все знают, что в Владивостоке именно проходит этот праздник. Ну а уже в рамках праздника этого, конечно, я не могла обойти стороной, являясь вице-президентом Федерации гимнастики и первым заместителем начальника ЦСКА, приехать в родной, наверное, гимнастический зал. Светлана приходит к юным гимнастам не с пустыми руками. Для начала уже по традиции она просит показать детишек, чему они научились за последнее время. И мальчики, и девочки без всякого волнения и даже с огромным желанием хвастают своими навыками. Светлана Васильевна внимательно следит за ребятами, а затем дает важные советы, которые ей когда-то и принесли успех в спортивной гимнастике. Она вот, например, говорила моим ученицам еще два года тому назад, над чем работать и так далее и тому подобное. Она такой человек, что она может сама лечь, показать, поддержать. В общем-то, знаете, человек спорта, человек личность. Опыт в карьере у Светланы был самый разный. Она не фокусировалась на чем-то одном. Девятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы. И все это в различных упражнениях. Говорит, что большая часть успеха зависит от того, где начинается карьера. И Хоркина знает про непростую ситуацию со зданием школы «Гармония». Руководство совместно с мэрией уже последние несколько лет пытаются решить вопрос с размещением юных спортсменов. Нынешняя база атлетов на пограничной 12Б не подходит по размеру, а также не соответствует нормативам для занятий здесь. В любом случае зал требуется, конечно, увеличение объема его квадратуры. Ну и, конечно, снаряды бы неплохо. Но я думаю, что если будет зал, то Федерация гимнастики, Всероссийская Федерация, может рассмотреть заявку и помочь материально-технической базе, то есть закупить снаряды те или иные потихонечку. По окончании мастер-класса Светлана смогла лично пообщаться с каждым тренером и ребенком, а также раздать автографы и стать центром очередной памятной фотографии. Максим Яковлев, Алексей Изаровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Три вице-губернатора покинули администрацию Приморского края. Все они были назначены во время работы Тарасенко на посту главы региона. 180 тысяч незадекларированных долларов США выявили владивостокские таможенники у иностранного гражданина. Незаконно ввезенные деньги были задержаны. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Жители Приморского края, имеющие личные кабинеты на едином портале госуслуг, могут принять участие в пробной переписи населения, которая впервые в этом году проходит с применением инноваций. Десантный корабль «Док» военно-морских сил «Филипин» прибыл во Владивосток с первым в истории деловым заходом. Визит филипинского боевого корабля завершится 6 октября. Резидент «Камеди-клаб» Павел Воля, посетив самые шикарные места краевого центра, крайне эмоционально отреагировал на убитенное. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина провела мастер-класс для приморских гимнастов в спортивной школе «Гармония». На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал «Владивосток» в YouTube. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. На днях в Приморский океанариум из Японии прибыли зебровые акулы, которые, как полагаю специалисты, станут любимцами владивостокской публики. Эти акулы пользуются большой популярностью в океанариумах во всем мире, так как умны, не боятся человека, хорошо идут на контакт.